Общее сведение Злоупотребление ЛСД Регулярный прием диэтиламида лизергиновой кислоты ЛСД является самым известным в мире психоделическим наркотиком культовым атрибутом движения Нью-Эйдж кислотной культуры и культуры хиппи В России стал популярен в 80-е годы прошлого века Страдают преимущественно подростки и молодые люди Физической зависимости от ЛСД не возникает при регулярном приеме и возможно развитие психической зависимости Препарат запрещен в большинстве стран мира В России его изготовление, хранение, приобретение, перевозка и переработка преследуются по закону Постоянное употребление влечет за собой сужение и круга интересов эмоциональные нарушения, личностные изменения и размывание морально-этических норм Существуют осложнения, которые могут возникать даже спустя долгое время после прекращения приема У 25% пациентов развиваются хронические психозы Многие больные периодически испытывают флешбеки Отсроченные галлюцинации Связанные с приемом препарата Даже разовый прием ЛСД может оказать влияние на психику и мировосприятие Лечение зависимости от ЛСД осуществляют специалисты в сфере наркологии Злоупотребление ЛСД ЛСД-ЛСД – синтетическое вещество, получаемое из лизергиновой кислоты, которую, в свою очередь, добывают из спорыньи Впервые ЛСД был синтезирован в 1938 году швейцарским химиком Альбертом Хаффманом Он же первым испытал на себе психоделическое действие этого вещества в 1943 году В течение некоторого времени к ЛСД проявляли большой интерес как ученые, так и представители контркультуры Некоторые психиатры проводили параллели между шизофреническим психозом и острым психозом при приеме ЛСД и надеялись понять природу Шизофрении, исследуя действия препарата на добровольцах Больше всего ЛСД заинтересовались в Америке Одно время этот препарат рассматривали как перспективное лекарство для лечения алкоголизма, шизофрении, депрессии и некоторых других заболеваний Однако быстрое распространение ЛСД в молодежной среде и массовое увлечение американцев, а чуть позже и европейцев приемом психоделических Веществ привели к тому, что в 1971 году препарат признали запрещенным в большинстве стран мира согласно Конвенции ООН о психотропных веществах В настоящее время ЛСД в медицине не применяется, хотя некоторые американские и европейские ученые в своих научных публикациях время От времени поднимают вопрос о возможности использования данного вещества в медицинских целях Механизм действия диэтиламида лизергиновой кислоты на человеческий мозг пока окончательно не выяснен Обнаружено, что ЛСД, структура которого похожа на структуру серотонина, взаимодействует почти со всеми видами адренорецепторов и дофаминовых Рецепторов, а также почти со всеми видами серотониновых рецепторов При этом уровень активации рецепторов сильно различается в зависимости от их типа и вида Предполагается, что ЛСД сильнее всего действует на два сегмента Участок коры головного мозга, отвечающий за восприятие сознания И настроение, и на подкорковую область, которая обрабатывает сигналы от органов чувств и настроена на распознавание новых, важных и необычных ощущений В подпольных лабораториях ЛСД синтезируют из лизергиновой кислоты, изготовленной из эргатоминтотрат или эргометрина При таком способе производства в конечном продукте содержится большое количество неактивных форм ЛСД и других примесей Многие производители пренебрегают конечной обработкой препарата, поэтому на рынке часто встречается плохо очищенное средство с высоким Содержанием балластных веществ Заранее оценить количество психоактивного вещества в определенной дозе препарата не представляется возможным ЛСД не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха Его реализуют в виде пилюль, капсул, раствора или порошка Однако самым популярным вариантом являются марки и кусочки бумаги, на которые Ранее наносили капли раствора, а затем стали пропитывать психоактивным веществом, погружая бумагу в раствор Аналогичный метод используется при реализации препарата в кусочках сахара На кусочек наносят капли ЛСД или желатиновых пластинках Пластинки погружают в раствор Наркотик обычно принимают внутрь, в отдельных случаях ЛСД курят, смешивая с табаком, либо вводят внутривенно или подкожно Эффекты при употреблении наркотика на сленге называют рипом Для появления клинически значимых эффектов достаточно 20-35 мг, однако в большинстве случаев пациенты употребляют в несколько Раз больше наркотика от 50 до 300 мг При пероральном приеме эффекты возникают спустя 30-90 минут и сохраняются в течение 6-12 часов Максимальная концентрация вещества в крови достигается через 3 часа после употребления В моче ЛСД выявляется в течение 2-5 суток после последнего приема Действие препарата достаточно непредсказуемо и зависит не только от дозы, но и от ожиданий, настроения и состояния пациента, а также От актуальной ситуации и окружающей обстановки Развитие зависимости от ЛСД Стимулом для первого приема ЛСД становится желание испытать необычные трансцендентные переживания, расширить сознание и т.д. Препарат обычно употребляют в компании Психическая зависимость возникает после 5-8 употреблений Среди пациентов, постоянно злоупотребляющих ЛСД, превалируют наивные, доверчивые, инфантильные молодые люди Многие из них проживают в асоциальных и неполных семьях Семьях с отсутствием контроля и слишком либеральным воспитанием Либо, напротив, в семьях с неблагоприятными конфликтными отношениями Такие подростки нередко страдают от отвержения и пренебрежения их интересами Некоторые пациенты воспитываются в детских домах и интернатах Бесконтрольность потребность как-то компенсировать неудовлетворенность в реальной жизни и жажда необычных впечатлений делают таких Подростков более уязвимыми и провоцируют быстрое развитие зависимости У части пациентов, употребляющих ЛСД от случая к случаю и не испытывающих такой острой потребности, спрятаться от собственных проблем Психическая зависимость не возникает, что не исключает возможности развития отдаленных осложнений, хронических психозов и флешбеков Зависимые больные начинают активно искать ЛСД, формируют новые группы, объединенные общей тягой к наркотику В обычном состоянии пациенты страдают от тоски, апатии, вялости и безразличия Ухудшается память, замедляется мышление Круг интересов сужается, больные перестают интересоваться работой и учебой Через сутки после приема возникает депрессия, которую пациенты пытаются снять эфедроном и седативными препаратами Сильная тяга появляется на 4-5 сутки после последнего употребления Больные находят новую дозу, затем цикл повторяется Со временем эмоциональные нарушения становятся все более выраженными, к ним присоединяется деперсонализация Пугающие ощущения подталкивают пациентов к приему других препаратов Примерно через год после начала регулярного употребления ЛСД большинство больных переходят на алкоголь или тяжелые наркотики Симптомы злоупотребления ЛСД Физиологические реакции при приеме ЛСД непостоянны До настоящего времени ученым не удалось найти связи между дозой и продолжительностью приема препарата и выраженностью соматических и вегетативных проявлений Предполагается, что физиологические эффекты зависят от психологических реакций конкретного пациента Возможны нарушения сердечного ритма, потливость, повышение температуры, нарушения сна, мышечные спазмы, тошнота, рвота, расширение Зрачков, усиление солевации, парастезии, усиление рефлексов и ознобы Изменения в психической сфере включают в себя нарушения мышления, эмоций и восприятия Могут наблюдаться любые виды галлюцинаций, зрительные, тактильные, слуховые Меняется восприятие времени и ощущение схемы тела Резко повышается восприимчивость Цвета кажутся очень насыщенными, звуки – громкими и отчетливыми, вкусовые ощущения – необыкновенно яркими Часто возникают инестезии, смешение ощущений, при котором краски звучат, звуки обретают цвет, а вкус превращается в прикосновение Наблюдается резкие и быстрые эмоциональные колебания В течение нескольких секунд больные переходят от паники к эйфории, от тревоги к умиротворению, от состояния экстаза, глубокой печали Иногда эмоции сменяются так быстро, что с точки зрения больного наслаиваются друг на друга и существуют одновременно Возможно преобладание как положительных, так и отрицательных эмоций Многие больные могут частично контролировать эмоциональный ряд, заранее настраиваясь на положительные впечатления, однако предотвратить Неудачные трипы не всегда удается Нарастает явление деперсонализации, пациентам может казаться, что их я существует отдельно от тела, является частью вселенной, погибает И проходит через перерождение и так далее Поведение больных обусловлено степенью их вовлечения в галлюцинаторное переживание При частичном сохранении критики возможно пассивное созерцание или вялые действия, например пациенту кажется, что он очень пластичен И невероятно красиво танцует, хотя в действительности он вяло топчется на месте При утрате критики может наблюдаться неадекватное и иногда агрессивное поведение, стремление причинить вред себе или окружающим В ряде случаев развиваются маниакально-параноидные и галлюцинаторно-параноидные психозы продолжительностью несколько суток Психозы сменяются кратковременной ажитированной депрессией Типичными осложнениями злоупотребления ЛСД являются хронические психозы и флешбеки, появляющиеся даже спустя много лет после последнего приема препарата При хронических психозах возникают психические расстройства, характерные для состояния наркотического опьянения Флешбеки, хронические галлюциногенные расстройства восприятия, включают в себя фрагменты зрительных галлюцинаций и кратковременные Расстройства зрительного восприятия Явления хронического психоза обычно исчезают в течение 8-12 часов Флешбеки могут сохраняться в течение 1-2 суток Лечение зависимости от ЛСД Лечение зависимости длительное осуществляется в специализированных реабилитационных центрах Ломка при прекращении приема ЛСД отсутствует, поэтому препарат отменяют одномоментно Устранение психической зависимости осуществляется с использованием групповой индивидуальной психотерапии Пациенту помогают изменить жизненные приоритеты, найти реальные цели и интересы Больным оказывают поддержку не только наркологи, психологи и психотерапевты, но и люди, которым уже удалось избавиться от данной зависимости и вернуться к нормальной жизни Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...